hello hello меня зовут слава вы на моем канале мой флакон и сегодня я хочу рассказать новую для вас информацию про парфюмерию в этом видео я расскажу и покажу какой у тебя может быть вид кожи кто такие парфюманияки что такое отливает что такое блотеры какие вообще бывают виды флаконов какой концентрации и много чего интересного сегодня я расскажу прежде чем ты начнешь смотреть моё видео подпишись и поставь лайк я жду расскажу сначала про пирамиду аромат пирамида аромата состоит из трех частей обычно это верхние ноты средние ноты и базовые ноты когда вы наносите на себя аромат вы вначале чувствуете верхние ноты через какое-то время начинаете чувствовать средний нот аромата и в конце уже когда аромат полностью раскроется вы почувствуете базовые ноты этого аромата второй вопрос который я бы хотел бы обсудить это про концентрацию ароматических веществ во флаконе первая у нас концентрация где много спирта дофига спирта но мало ароматических веществ это одеколон колон то есть здесь дофига спирта из этого особо колонии нестойкие то есть вы нанесли на себя максимум 2-3 часа вы насладитесь этим ароматом и то возможно даже меньше вот обычно мне кажется колонии очень хорошо использовать для дезинфекции ран так как здесь очень много спирта и все микробы будут убиты второе это туалетная вода здесь уже ароматический веществ будет больше чем воде колонии и поэтому эта уже более будет стойкая водица третья это óde parfa здесь уже ароматический веществ будет еще больше то есть спирта будет меньше и это будет уже намного стойкая более такой аромат будет более насыщенный более густой И более, я считаю, что даже кто любит такие стойкие ароматы, это уже их вариант. Второе. Четвертое. Это уже духи. Парфан. То есть, здесь уже концентрация будет больше ароматических веществ, чем спирта. То есть, это будет очень стойко, очень сильно. Все его почувствуют за километр. Пятое. Это уже концентрация экстракта парфан. Это еще насыщеннее, чем духи. То есть, здесь концентрации ароматических веществ будет очень много. И к тому же, в основном, экстракты парфан делают на основе масла. То есть, добавляют даже масла ароматические. Так как вы знаете, масло это еще более стойко, более диффузно. То есть, к примеру, у меня есть флакон барути-чай, экстракт де парфан. Сюда добавили конопляное масло. Он очень стойкий, очень реально. Его даже тяжело бывает отмыть в душе. Хочу разобрать сегодня немного такой биологический вопрос. Люди делятся на людей с горячим типом кожи и с холодным типом кожи. Как это определить? Я у человека с горячим типом кожи. Вы смотрите вот сюда. Если у вас вены зеленого цвета, значит вы с горячим типом кожи человек. Если у вас здесь вены синего или фиолетового, значит вы человек с холодным типом кожи. Люди с холодным типом кожи, когда наносят себе аромат на кожу, обычно очень хорошо чувствуют именно верхние ноты пирамиды, про которые мы говорили. И они на холодным типом кожи очень хорошо держатся. То есть, средние и базовые ноты на вашей коже будут хуже раскрываться, чем верхние ноты. Все наоборот, когда на горячей коже. То есть, я когда наношу, у меня средние и базовые ноты хорошо держатся. Но верхние ноты на моей коже бывают там 2-3 минуты, я их чувствую и все. И больше я их не чувствую. Моя кожа только удерживает базу или средние ноты. Вот в чем разница. Следующие три слова, которые я сейчас вам произнесу, для вас вообще могут ничего не значить. И вы даже не слышали никогда. Это отливант, распиф и атомайзер. Атомайзер это вот такая маленькая баночка. В которую делают отливанты и распивы. Что такое распив? К примеру, вы стоите в каком-то парфюмерном клубе. Там 5 человек. И вы решили купить какой-то вам понравившийся аромат, который вы все любите. Скинуться на этот аромат и его распилить. То есть отлить. Например, с этого флакона вы купили флакон. Там за несколько... На какую-то сумму. И на 5 человек вы делите это. То есть распиваете. Вы отпшикиваете эти атомайзеры. себе потом этот аромат и носите. То есть это, к примеру, когда человеку не нужно иметь целый флакон, там 100 миллилитров. Ему хватит там 10 миллилитров попользоваться и он будет доволен этим. Это вот что такое распив и атомайзер. Что такое же отливант? Отливант это тоже тот же практический процесс. Только отливанты в основном вы можете там между друг другом делать. К примеру, вы пришли к другу, вам понравился аромат. У вас есть такой пустой, к примеру, атомайзер. И вы отпшикали своему другу немножечко аромата, которого... Он захотел. Или, к примеру, есть такие специальные магазины, которые делают отливанты. Вы туда приходите, знакомитесь с какими-то разными ароматами, которые вам понравились. Просите сотрудников этого магазина, чтобы вам сделали отливант. Там 5 миллилитров, 10 миллилитров, 40 миллилитров. Можете даже купить остаток во флаконе, если у них это имеется. И будете счастливы. Что такое слепой изотест? Слепой изотест – это тот процесс, который вы можете играть, можете для себя развивать. К примеру, вы когда наносите аромат на блотер, слушаете этот аромат. Можно, кстати, говорить, когда вы нюхаете блотер. Говорить, я нюхаю блотер или я слушаю блотер. Красиво же говорить, когда я слушаю. И вот, слепой изотест – это то, что когда вы слушаете блотер, вы его можете на ноты разделить. К примеру, вы чувствуете какое-то дерево. А какое дерево? Каким деревом это пахнет? Дубом, кедром, полосантой, можжевельником, елкой, березой. То есть, вы когда развиваете вот этот навык из аромата, выделить именно тот древесный аккорд, который там представлен. К примеру, елочка. Вы это можете даже назвать и понять. Но там же не только этот может быть древесный аккорд. Там и цитрусы, и цветы. И вот из этого всего букета, этого аромата, вы просто вычленяете у себя в голове, носом, из этого блотера, что там представлено. Это на самом деле очень интересно, очень круто. Этому научиться, этому надо учиться. Все этому даже учатся месяцами, чтобы понять, что в этом аромате находится. Еще хотел бы рассказать такое новое слово для вас. Возможно, вы его вообще никогда не слышали. Фланкер. Фланкер. Возможно, вы даже, может быть, в будущем с этим встретитесь. Вы купили какой-то ваш любимый аромат, вы им пользуетесь. И через год-два узнаете, что на ваш любимый аромат создали фланкер. То есть, ваш любимый аромат немножечко переделали и обновили. Добавили каких-то там разных других нот. Возможно, там переделали флакон. Жидкость другого цвета. То есть, но название, оно примерно будет одинаковое. К примеру, там дерево древесное с зелеными цитрусами. И ваш аромат назывался. А они сделали фланкер. Тоже будет дерево древесное с цитрусами, но добавят еще какие-то морские ноты. То есть, вот эти морские ноты, как раз это будет фланкер вашего аромата. Но база это останется этого аромата. То есть, я надеюсь, вы поняли, что я это сказал. Вам спасибо большое за то, что вы посмотрели мое видео. Я очень благодарен, что вы смотрите. Это мое второе видео на ютюбе. Пожалуйста, подпишитесь. Возможно, поставьте лайк, если вам это понравилось. Бейте в колокольчик, чтобы получать мои новые видео. С вами был Слава. Мой канал, мой флакон. Вам всем хорошего дня, хорошего вечера и хорошего настроения. Goodbye.